Счастье воспитывается счастьем. Несчастный человек не может сделать другого счастливее. Надо это выращивать внутрь себя. Счастье, конечно, не есть материальный достаток, какие-то блага еще, внешние почести, а это есть открытие своего предназначения, своего пути. Когда знаешь, почему я родился и что я хочу сотворить на этой земле, это не праздные слова. Так живут многие и действительно обретают счастье. Для того, кто ищет себя, тот всегда найдет, находит то, ради чего пришел в этот мир. Так что если мы своим детям дадим знать, что их благо внутри них самих, и пусть они ищут этого, тем самым они и обретут счастье. Другого пути здесь нет. Счастье можно понимать с двух точек зрения. Как материальное неблаго, и тогда для счастья есть такая формула. Бери от жизни все. Захватывай все. Ну, полагается, не полагается, это не важно. Бери от жизни все. Ну, как реклама нынешняя, так? Ну, есть другая точка зрения, были важные. Если хочешь найти счастье, отдавай все. Отдавай всем все, что у тебя есть. Тебе достается столько, сколько тебе нужно для жизни, для развития, для становления, для успеяния. Но сперва отдай, так? Что и получить, надо отдавать сперва. Вот это точка зрения. Это и есть проблема воспитания в наших детях. Вот такое состояние духа. Отдавать. Значит, мы должны отойти от злоби, от ненависти, от хамства, грубости, от скорого слова, иначе не дашь ничего, не примут люди. От скорого слова никакой дар. От зависти надо отходить. Стать надо щедрым душою. Сможем ли эти качества воспитывать в наших детях? Сможем. Значит, мы сделаем его счастливее. А если не сможем этого сделать, то обрекаем счастья, хоть миллион оставляем на счетах, доллар или хоть другие деньги. Это не сделает человека счастливее. В мире нет человека, который не связан с образованием. Нет такого человека. Каждый из нас или образовывается с помощью других, и сам тоже прикладывает свои усилия, или же образовывает кого-либо. Даже человек, не зная, что он ведет образовательный процесс, даже и тот, прохожий, скажем, да, даже и тот является неким участником образовательного процесса. На наши семинары приходят просто люди. Мами, папи, дедушки, бабушки, студенты приходят, молодожены или те, которые собираются выйти замуж, жениться. Конечно, учителя приходят. Весь мир вовлечен в образовательный процесс. И вы тоже, в том числе. А что такое телевидение? Образовательный процесс. Лишь бы не ошибиться и не вергать людей в заблуждение. Не лгать людям. Не изливать, ну, прочитать слово, помойку иногда на людей. И тогда телевидение или сервису массовой информации совершают величайшее дело образования. Вот так к нам тоже приходят люди, которые хотят самим образовываться и других образовываться. Мое счастье я нашел в том, что я делаю. Я самый счастливый человек в мире. Ну, конечно, это условно сказано. Мне больше ничего не надо. Надо, чтобы я был в Гродно. Вот я и в Гродно приехал. Даже второй раз приехал в Гродно. Надо, чтобы встречаться с кем-либо, с такими людьми, да, встречаюсь. Надо, чтобы вокруг меня были дети, они есть, эти дети. Надо, чтобы писать книги. Я это пишу, делаю это. Есть проблемы, конечно, но в проблемах тоже радость. Если человек находит свой путь, а с этим путем он и приходит в этот мир, он счастливым становится обязательно.